Сегодня антимонопольный комитет рассматривал жалобу в отношении одной из рекламных акций компании «Лидер». В своем заявлении жительница Екатеринбурга называет компанию, в ходе которой 11 девушек разделись под музыку в одном из салонов сети «Лидера» как минимум неэтичной. Предприниматели недостойным образом играют на желаниях молодых людей, утверждает в своем заявлении в антимонопольный комитет жительницы Екатеринбурга. Речь идет о рекламной кампании «Лидера» «Обнаженные цены на сотовые». По условиям акции девушки, которым 18 лет и больше, должны были раздеться под музыку, проще говоря, станцевать стриптиз. За это 11 участниц получили в подарок телефоны. Автор жалобы называет акцию развратной и не соответствующей этическим нормам рекламы. Вся акция состояла в том, что пришли, разделись, оделись, получили сотовые и ушли, да? Да. Никаких принуждений в этом станции не было. Это было жестким условием. Между тем, юрист торговой сети представил сотрудникам антимонопольного комитета целую кипу документов, подтверждающих, что закон о рекламе соблюден. Каждая участница добровольного стрип-шоу написала расписку о том, что согласны с условиями акции и что телефон получила. Расписки собрали даже со зрителей конкурса. Эта акция еще хуже, чем я думала, в мое личное мнение. Почему? Ну, потому что она вот обставлена этими расписками и так далее. То есть организаторы еще старались как бы обезопасить себя, что ли, от любых претензий в их адресах. Хотя они сознательно пошли на проведение такой акции. Это уже четвертый иск на компанию «Лидер», которая рассматривается в антимонопольном комитете и в судах. Екатеринбуржцы жаловались на счеты с надписями «Не стоит, не стоит» и возмущались неопределенности слогана «Он входит, он такой большой». Впрочем, доказать вину лидера ни разу не удалось. Руководство сети магазинов считает, что всем не угодишь и менять рекламную стратегию не собирается. Я не считаю нашу рекламу неэтичной. И даже сам факт, что ни одного возбужденного дела не довели до конца, так скажем, не было ни одного решения не в нашу пользу, говорит именно об этом. Члены антимонопольного комитета сегодня так и не смогли принять решение. Они перенесли рассмотрение дела, сославшись на то, что рекламу лидера должны изучить эксперты. Антон Гуськов, Андрей Захаров, авторские телевизионные новости.